Впервые Кенев-Сургут-Нефтегаз выигрывает женскую Евролигу по водному полу. В Ленинградской области лучшая команда континента. В эфире 47-го канала программа «Область спорта». Наш специальный репортаж из Кириши. Через 15 минут вы будете знать все об исторической победе наших ватерполисток, гордости российского спорта. Как киришанки настраивались на финал четырех. Тут борются все до победного. Что сказал тренер за 19 секунд до финальной сирены. Конец времени, отдайте вратарину. И женские слезы счастья. Не знаю, это безумные эмоции, то, что происходило на поле. Порой не понимаешь, как они с этим справляются. Огромные нагрузки, психологическое напряжение, физическая боль. Как Надежда Глызина дотерпела, доиграла финал. Как Евгения Соболева сохраняла уверенность. Как Екатерина Прокофьева находила силы. Как смогли не сорваться тренеры Елена Смурова, Александр Нарица и Александр Кабанов. В 14 лет клуб шел к этому успеху. 15 раз подряд чемпионы России. 5 финалов Евролиги. 6 игроков Кенефа, бронзовые призеры Олимпиады в Рио-де-Жанейро. А Кубка Европейских чемпионов все нет. Уже думали, что заколдованный какой-то. Взять первое место, этот кубок забрать, почему-то не получается. Я не знаю, ну как будто какой-то, не знаю, наговор какой-то. Это кадры документального фильма «Мечом по воде». Полтора года назад. В каждом интервью на вопрос о мечте ответ один. Этот кубок привезти, на стол поставить, вот так вот. Как мы это сделали, вот так вот хочется сделать. И две недели назад в Волгограде, сразу после завоевания очередного золота национального первенства. Все мысли только о победе в Евролиге. У нас одна самая глобальная задача, это Кубок Европейских чемпионов. В физическом плане мы очень хорошо готовы. И в тактическом, и техническом. Осталось только расслабиться и получать удовольствие от игры, и сыграть так, как мы это умеем. В Киеве с 2005 года это уже четвертый финал четвертых. Четвертый. То есть нас уважает Лена, нас уважает Европа. Мы дружно всегда работаем. Соревнования под эгидой Европейской ассоциации водных видов спорта. Жесткий регламент и требования к организаторам. Ответственность лежит на всех. Четыре лучших клуба Европы. В первый день играют полуфиналы. На следующий – матч за третье место и за золото. В одной-второй турнире жребий сводят греческие олимпиакосы и испанскую сабадель. Кеневсургут «Мехтегаз» должен сразиться с другим испанским клубом «Моторо». Девочки, давайте! Давай, давай, давай! Эта команда из Каталонии впервые играет в финале четырех. Киришанке объективно сильнее. Но здесь же и предстартовое волнение, и полные трибуны бассейна «Нефтяник». Главное, чтобы руки не тряслись, чтобы глупых ошибок не наделать. Давай, спело, собрано, настрально, на бойкому! Беги духами, бед душой! Рада! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Справились. 11-8. Победа Киннефа в полуфинале. Была очень-очень тяжелая игра. Я, честно говоря, не ожидал такой игры. Но, скорее всего, испанцев это, наверное, был единственный шанс, если можно так сказать, нас переломать, передавить. И я давно не видел такой жесткой игры. И очень хорошо, что мы ее выдержали. А вот Олимпиакос и Сабадель доводят дело до послематчевых пенальти. 7-7 в основное время, причем гречанки отставали в счете, первая драма турнира. Сабадель проигрывает. Действующий обладатель Кубка Европейских чемпионов может рассчитывать только на бронзу. Меньше чем через 24 часа Олимпиакос и Киннеф, Сургут, Нефтегаз будут драться в финале. На 47-м канале программа «Область спорта». Все, в финале 4-х Евролиги по водному полу среди женских команд. Водное поло здесь, в Киришах, это система. С первого класса все дети ходят на тренировки по плаванию, затем перспективным мальчикам и девочкам предлагают перейти в спортивные классы и уже идет подготовка ватерполистов. Почти во всех возрастах киришские команды лучшие в стране. Огромный труд тренеров, огромная любовь к водному полу и поддержка со стороны руководства нефтеперерабатывающего завода «Киннеф» и его генерального директора Вадима Сомова. Между прочим, принципы, по которым выстраивают работу в Киришах, пример для других стран, и европейские спортивные чиновники это всегда подчеркивают. А новый президент Федерации водного пола России Алексей Власенко рассчитывает проводить в Киришах максимальное количество международных турниров, в том числе и мужских. Я жалею, что еще некоторые турниры я не передал сюда. Теперь я как бы познакомился с этим прекрасным бассейном, который, я считаю, один из лучших в стране, я думаю, что и в Европе. Маленький город большой страны, но большой город для мирового спорта. Иностранные команды всегда с радостью приезжают в Ленинградскую область. Здесь не будет накладок, все продумано, все для того, чтобы играть в водное поло. Но что они знают о России? Россия очень большая страна и очень холодная. Я всегда думаю, Россия большая, холодная. Кириши небольшой город, но здесь очень хорошие люди и дружелюбная полиция. Фанаты замечательные. Они действительно готовы для таких крупных соревнований. Болельщики полностью вовлечены в игру, кричат и поддерживают свою команду. Это очень здорово. Я была один раз в Киришах и дважды в Хантамансиске. Это очень разные города. Но главное в России то, что это чистая страна с добрыми людьми. Да, конечно. Писатели, Толстой, Достоевский, художник Кандинский, Тарковский. У русских очень доброе сердце и широкая душа. Мне кажется, они даже не знают, насколько действительно широка их душа. Это программа «Область спорта». Специальный репортаж из Кириши о финале четырех Евролиги дали о том, что Кинев пережил в решающем матче. Значимость любого турнира – это и внимание прессы. На финал четырех Кириши приехало рекордное для такого соревнования количество журналистов. Прямые трансляции ведутся на все страны, клубы из которых участвуют в турнире. Два в эфире. Четыре. Один. Второй бассейн комплекса «Нефтянник». Пока Сабадель выигрывает в матче за третье место у Моторо, у Киришанок – последняя разминка перед финалом. Давай, теперь на два класса! И вот все. Сам финал. По сценарию – один из самых мощных за всю историю Евролиги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Киришанки здорово начинают и весь матч ведут в счете. Но пережить предстоит форс-мажорную ситуацию. Две минуты до конца четвертого периода. Такого в этом бассейне не происходило никогда. Неожиданно гаснет половина ламп. Мы ведем два мяча, остается две минуты. И это, так сказать, все, что угодно могло произойти. Мы могли и проиграть. Длинная пауза, которая на руку гречанкам. «Кнев» ведет в счете 7-5, но ведь остановившись, так просто потерять концентрацию и инициативу, а соперник получает возможность перевести дух и собраться с мыслями. Олимпиакос сокращает счет до минимума 7-6. Неужели кубок действительно заколдован? Неужели опять победа ускользнет? 19 секунд до сирены. Александр Кабанов берет тайм-аут. Вот они, решающие слова тренера. «Не лезьте туда, чтобы не было никакой, чем так. Сатя, конец времени, отдайте вратаину». «Девочки, давайте!» Мяч у гречанок. И здесь уже наставник Олимпиакоса Теухарис Павлидец сигнализирует тайм-аут 10 секунд до сирены. Он требует паузу, но судьи замечают его жест не сразу. На решающий бросок, который позволит сравнять счет, у соперника 6,5 секунд. И бросок был, но рядом со штангой. Субтитры создавал DimaTorzok Это очень здорово. И вообще это трудно определить, ну, как-то одним словом. Но это здорово. Тем более, столько зрителей и так болели вообще оправдать. Не оправдать их ожидания было бы. С нашей стороны было бы безобразие. «Кинеп-Сургут-Нефтегаз» – клуб, который собран только из российских игроков. Более того, клуб, в котором абсолютное большинство ватерполисток – это местные, кирижские девушки, выигрывая Кубок Европейских Чемпионов. Они сделали это, они пришли к своей мечте. Этот трофей, команда «Кинеп» очень долго шла именно к этому трофею. Это был очень долгий путь. Невероятное количество игроков сменилось за десятилетия. Я безумно счастлива, что я нахожусь в этой команде с этими игроками. И что именно мы сделали эту историю здесь, в нашем бассейне. Для наших любимых руководителей, тренеров, болельщиков, родителей, вообще всех. Это очень значимое событие именно в истории «Кинепа». Это вообще, это просто здорово. В фильме снимали про команду. Я тогда сказал, что единственный трофей, который мы не взяли, – это Кубок Европейских Чемпионов. А в фильме я сказал, что вот хочется прийти к нему, взять этот кубок и поставить. Сказать, мы это сделали, мы это сделали. Ну, не мы, а девчонки молодцы. Анна Карнаух и Дарья Лукина. Татьяна Зубкова и Дарья Рыжкова. Екатерина Прокопьева и Евгения Иванова. Виктория Курочкина и Екатерина Кирильчева. Ксения Кример и Надежда Глызина. Екатерина Якушева и Белла Хамзаева. Анастасия Симонович и Евгения Соболева. Тренеры Елена Смурова, Александр Нарица и Александр Кабанов. Именно они навсегда вписаны в историю, как лучшая команда Европы сезона 2016-2017 годов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова